Ладно, короче, сейчас я попробую вам еще один кусочек с уличным искусством найти, и тогда мы заканчиваем этот репортаж об уличном искусстве. Но это только начало, и он еще будет продолжение. Карта уже подходит к концу, но тем не менее. Здесь, на окраине Роттердама, находится бывший бетонный завод. Он закрыт уже давно и используется в качестве различных альтернативных выставок, прям неформальных тусовок, различных вечеринок и пати. Как видите, здесь начинается уличное искусство. Но не то попсовое уличное искусство, которое мы привыкли видеть на улицах Парижа, центральных улицах Парижа или других европейских городов. А реально уличное искусство, которое называется граффити, и зародилось оно в Штатах, в 70-х, в Нью-Йорке, как протест. И вот этот протест здесь более всего выражен. Данное место называется Ферродома, на бывшем бетонном заводе. Смотрите, да, все так индустриально выглядит и, соответственно, заброшено. Граффити — это искусство или все-таки это сегодня также остается в разделе протеста? И должно ли граффити преподаваться в университетах искусств? Ну, как было сказано, граффити — это своего рода протест, поэтому зарождалось как протест. И вот здесь шрифты мы видим. Для меня граффити — это искусство. И, как любое искусство, граффити должно преподаваться в застенках университетов и академий. И уже достаточно долгий период, порядка 30 лет, а то и более. Наверное, уже граффити имеет историю порядка 40 лет. Все-таки граффити можно уже преподавать и в школах. Уже как бы чувствуется, что это выполнено профессионально. И это уже представляет из себя произведение искусства по сравнению вот с такими писюльками, которые, в принципе, представляют из себя только вандализм. И вот это, возможно, как бы протест, не то что вандализм, а ну да, вандализм и в некотором роде протест, потому что данные писюльки могут делаться на исторических зданиях. Здесь, конечно, никакой ценности этого здания не представляют, так же, как и эта писюлька. В общем, ну и вот, как вы понимаете, другая по статье граффити – это искусство. Граффити должно быть признанным искусством, то есть на сегодняшний момент. Есть многие граффити-райтеры в Европе сидят за свои деяния в тюрьмах. Ну, это в основном те, которые занимались бомбингом. Бомбинг – это часть граффити, которая выполняется на поездах и стенах нелегально, неофициально, без разрешения. Другая, соответственно, ниша граффити – это украшения, дополнения городских пейзажей или городских, урбанистических ландшафтов. В данном индустриальном комплексе мы можем наблюдать офигенные граффити, сделанные, можно сказать, в реалистическом стиле, стиле реализма. И чтобы такое выполнить, это, безусловно, надо, во-первых, подготовиться, во-вторых, иметь разрешение на то, чтобы исполнить их на этих стенах. И, безусловно, в данном случае, в данном контексте граффити – это искусство. Как вы понимаете, в данном контексте граффити выполняет роль дизайна данного здания. У нас очередное произведение искусства, и, как вы понимаете, в свободное время граффити, те, которые официально рисуют и украшают стены – это, безусловно, все легально, и они имеют достаточно много времени, чтобы выполнить реальное произведение искусства. Все это выполняется по эскизам. Называются это скетчи. Перно-белое изображение, значит, мужчины с бородой, которые рисуют, и кисточкой… из-под кисточки выходят некие африканские мотивы. В принципе, для Роттердама это очень свойственно, потому что очень большая часть Роттердама представляет собой либо суринамское происхождение, африканское. Люди представляют суринамское происхождение либо африканское. И здесь у нас такой находится chill-out, лаунж, который сделали на данной так же индустриальной территории, недалеко уже от самого города. Различные неформальщики, альтернативщики, и вот они здесь тусуют. У них там Paradise свой. Ну вот, моему вниманию представился следующий кусочек с граффити. То, что мне попалось и удалось найти в районе метростейшн Маркони Пляйн.